Узбекистан Электронные адреса, а также любимые сайты. Чекисты взяли под контроль все интернет-кафе. От их владельцев власть потребовала установить камеры видеослежения в помещениях, а также сохранять электронный журнал истории посещенных сайтов. Последние изменения с 1 апреля, например, вошло в законодательство проверить логи и плюс установить веб-камеры в интернет-кафе, и включая, чтобы эти интернет-кафе были организованы в неподвалных или других помещениях, это уже опасает людей, что их будет тотально контролировать. Конечно, есть многие возможности технологической власти, чтобы контролировать людей и дома, и на улице, через диалокации, все другие возможности интернета. По сути, нововведение направлено на выявление конкретной группы пользователей всемирной паутины, а именно активных членов оппозиции внутри страны. За четверть века своего правления Ислам Каримов, выдавив из страны противников, так и не смог ликвидировать их сторонников. Если в 90-е и в начале 2000-х инакомыслие существовало только в подполе, то теперь с развитием интернета обильная критика режима просто пестрит на страницах оппозиционных ресурсов. Активисты открыто пишут обо всех бесчинствах чиновников, поэтому по указке критикуемой власти спецслужбы Узбекистана ведут на них охоту. Последним, кто угодил в руки режима, стал Кудрад Расулов. Из-за связи с оппозицией его приговорили к 8 годам лишения свободы. Власти его обвинили к причастности террористической организации. К нему применили еще и 159-ю статью Уголовного кодекса Республики Узбекистана по стигации на конституционный строй и изготовление и распространение материалов, содержащих угрозу общественной безопасности. Он был в контакте со мной только, но как журналист. Он на самом деле не имеет такую профессию, но он писал очень хорошо. Лично сам я редактировал его статьи, и его статьи мы публиковали. Он писал на узбекском языке. Он больше всего критиковал местные газеты, республиканские газеты, которые пишут о Нурнаминском области, что они не соответствуют действительности. Кроме преследования инакомыслящих, контроль в интернет-кафе повлияет также на уровень самоцензуры обычных пользователей. Год от года власть в Узбекистане все больше ограничивает своих граждан в правах. Из-за многочисленных запретов аналитики называют республику Второй Северной Кореей. Например, в Узбекистане, как и в КНДР, существуют выездные визы, действует строгий регистрационный режим, финансовые взаимоотношения граждан осуществляются только пластиковыми картами. Власть, пытаясь навести порядок, придумывает порой абсурдные запреты наподобие запрета езды на мотоцикле.